Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, каким образом управлять своими активами в такие непростые времена, которые сейчас переживаем. Сегодня мы поговорим о том, какие активы позволят защититься от инфляции. Хочется начать с того, что нужно понимать, что такое инфляция, чем она обусловлена, то есть чем в принципе обуславливается инфляция. Инфляция может расти в результате, наверное, двух основополагающих причин. То есть первая причина, классическая причина, причина краткосрочных кредитных циклов, это когда экономика очень сильно разогналась, когда люди верят в завтрашний день, они активно кредитуются, они активно потребляют, они знают, что все у них сработает хорошо, у них очень высокая уверенность потребительская. Из-за того, что эта уверенность очень высокая, и потребление очень активно, экономика не справляется с вот этим растущим потреблением. То есть производителям, им не удается при текущих объемах производства удовлетворить вот этот вот растущий спрос. И тогда цены на товар начинают повышать. То есть если ты повышаешь цены, а люди все равно покупают, ну почему грех не повысить? И соответственно это первый признак. То есть потому что что такое инфляция и индекс потребительских цен? То есть цены начинают расти. В первом случае мы говорим о классическом росте цен, из-за того, что люди просто живут в развивающейся экономике, которая растет очень хорошими темпами, у них растут доходы, у них растет располагаемый доход, и за счет этого происходит рост цен, потому что за потребление не поспевает производство. Второй причиной инфляции, когда начинают печатать средства платежа, которыми расплачиваешься. То есть количество производимой ценности не меняется, денежная масса увеличивается. Соответственно увеличение денежной массы приводит к тому, что количество денег стало больше, и из-за того, что стали больше, сами материальные ценности, они стали как бы в деньгах стоить дороже, потому что денежная масса увеличилась, поэтому стала дороже. И когда мы говорим о текущей ситуации, в которой находится мировая экономика, нужно понимать, что если мы хотим защититься от инфляции, то мы должны понимать, какой вид инфляции у нас сейчас является определяющим. Инфляция, которая связана с тем, что у нас экономика мировая растет, и растут располагаемые доходы населения, и они активно тратят. Или у нас инфляция обусловлена тем, что у нас увеличивается денежная масса. И нужно понимать, почему тогда увеличивается денежная масса, чтобы опять-таки простимулировать потребление. Вот в настоящий момент основной причиной инфляции, цифры, которые мы видим по инфляции, в Европе, в Америке, в России в том числе, причиной вот этой вот инфляции являются именно монетарные стимулы, что в период ковида, в период, когда были локдауны, для того, чтобы поддержать собственные экономики, страны Европы и Америка в том числе, очень сильно увеличили денежную массу. На 30% практически произошло увеличение денежной массы. И это, конечно, не может не привести к инфляции. Мы тоже очень много об этом говорили. И тогда, если мы понимаем, что природой текущей инфляции выступает именно количество денег, которое напечатано, то нужно понимать, что и выбирать активы мы должны, исходя из того, что обесценивается потребительская ценность. Вернее, не обесценивается, она становится дорогой, потому что денежной массы стало больше. И в этом случае первое, что надо нас позволить защитить, это быть собственником, быть предпринимателем, быть владельцем компаний, которые создают живую реальную ценность. Причем такую ценность, которыми будут пользоваться всегда. Всегда будут пользоваться продуктами, люди будут есть. Всегда люди будут сотовой связью, интернетом пользоваться. Отапливать помещение надо будет. То есть вот такие очень твердые, жесткие вещи, от которых люди отказаться не смогут. И в этом случае, если вы становитесь собственником компании, которая производит эту потребительскую ценность, я просто говорю в долгосрочном периоде, потому что инфляция, она же тоже растет и падает. То есть у нас же все по волновой теории идет. И поэтому нужно понимать, что краткосрочно, да, у вас будут убытки, да, акции могут упасть в цене. Но при этом долгосрочно все равно производители реальных активов, которые являются твердыми, они обыгрывают инфляцию. Вторым классом активов может являться, может выступать так называемый проинфляционный инструмент. То есть есть различного рода облигации, которые позволяют защитить от инфляции. Конкретные имена, конкретные типы инфляции в России, конкретные даже тикеры облигаций, мы будем давать соответственно на нашем вебинаре, мастер-классе, на котором мы как раз таки посмотрим на активы убийцы. То есть мы посмотрим на широкий спектр активов, которые доступны для частного инвестора, и где, в каких элементах они будут убивать ваши активы в ближайшие 2-3 года. Ссылочка на данный вебинар будет под данным видео. Проходите, смотрите, там будет более подробный большой разбор актив-убийц, то есть почему они актив-убийцы такие, почему будут непосредственно убивать. Но при этом есть защитные активы, это так называемые проинфляционные облигации. Первое, это покупка реальных компаний, которые создают реальную потребительскую ценность, и могут инфляционные издержки переложить на потребителя. Это облигации, доходность которых привязана к инфляции. И это золото. То есть нужно понимать, что золото это тоже достаточно волатильный товар. Золото не создает прибавочную стоимость, но при этом здесь нужно понимать, что в долгосрочном периоде оно позволяет стабилизировать инфляцию. Даже если вот посмотреть, есть там в определенных религиях, то есть каким образом нужно распоряжаться своими активами. Раздели на три части. Одну треть вложи в землю, одну треть купи золото, одну треть делай бизнес. И всегда распоряжайся таким образом. То есть здесь получается, что вот есть простой портфель, который тысячелетиями существует и позволяет людям сохранять свои денежные средства. Которые там в отдельных, даже религиозных книгах написаны, ребят. То есть я могу вам просто как экономист объяснить, что таким образом дается. Когда у вас одна треть лежит в земле, но земля здесь предполагалась, что на земле растет хлеб. То есть здесь есть некие продукты питания. Вам сейчас не обязательно покупать землю, потому что вы на ней хлеб выращивать не будете. Но если мы говорим на этот элемент, то есть как блок элементов, что подразумевает под землей, что на нем есть реальная земля, в конце концов ты придешь, вырастешь пшеницу, вырастешь кукурузу, какую-то еду, которая позволит тебе пережить зиму. То есть что мы в этом случае можем рассматривать? Индекс сырьевых товаров. Мы можем рассматривать отдельное сырье. Мы можем смотреть на компании, которые относятся к сырьевым, которые производят продукты питания, которые продают продукты питания. Второе, соответственно, вложив золото, ну тут альтернатив нет, у нас есть биржевые фонды, даже от российских брокеров с низкими комиссиями. У нас отменили, хотят отменить уже и подоходный налог, и НДС отменили по золоту. То есть сейчас проинвестировать в драгоценные металлы достаточно просто, потому что оно позволяет долгосрочно, опять-таки долгосрочно, сохранить денежные средства. И вложи в бизнес. То есть вложи что-то, что создает потребительскую ценность для других людей. И в чем уникальность акции? В том, что акции как раз-таки позволяют вам одновременно вложить в бизнес и вложить вот в землю, как это говорится. Еще раз, когда мы говорим про инфляцию, когда мы говорим о росте недвижимости на 20% в год, то здесь есть опять-таки факторы. То есть чем это обусловлено? У нас недвижимость в России выросла на 20% в год. Если бы у нас располагаемые доходы населения выросли на 20-30% в год, или бог с ним, хотя бы на 10% в год. То есть рост цен на недвижимость обусловлен тем, что мы богатеем, что мы создаем больше потребительской ценности, что у нас располагаемые доходы растут. Недвижимость сейчас растет именно за счет того, что ипотека стала доступна, ежемесячный платеж стал доступнее. Но из-за чего он стал доступнее? Потому что стоимость денег снизилась на какой-то короткий промежуток времени. Девелоперы, продавцы недвижимости тут же всю эту разницу компенсировали. И получается цена выросла. Но она выросла опять-таки почему? Потому что снизился процент. И отсроченный спрос. Просто взяли льготную ипотеку и начали платить. Но люди не задумываются о будущем дне. Доходы в России с 2014 года, реальные располагаемые доходы населения, падают, а квартиры растут. И поэтому получается, они это, ну, доходы и рост цен на недвижимость, у них идет прямая корреляция. Причем мы это наблюдали как раз-таки в нулевых годах. С 2006-2007 года, когда ввели ипотеку. Когда у нас доходы из-за того, что мы были сырьевой, ну, и остаемся сырьевой экономикой, цены на сырье высокие, конъюнктура благоприятная, доходы бюджета растут, у людей растет бюджетные траты, нефтяники хорошо зарабатывают, газовики хорошо зарабатывают. Соответственно, все это переносится на экономику, на население. У нас начинает расти располагаемые доходы на 15-20% в год. Это считалось нормой. Если тебе не проиндексировали в 2006-2007 году зарплату на 25%, это считалось плохой работодатель. Я сам помню, в это время у меня просто действительно доходы росли там по 30% в год. И тогда, да, если доходы растут, логично, что при ограниченном предложении недвижимости и еще ипотека с 2007 года активно заработала, цены на недвижимость стали расти. И здесь была прямая зависимость доходов и цены на недвижимость. В настоящий момент мы наблюдаем, что доходы не растут, а цена на недвижимость растет. Но это не качественный рост, это количественный рост. То есть просто потому, что ипотеку снизили на определенное время, сделали ее льготной, и люди ее взяли. Потому что, если он раньше рассчитывал, у него ежемесячный платеж по ипотеке был, допустим, 30 тысяч рублей, сейчас у него стал там 22 тысячи рублей. Вроде бы легче тянуть, да, обслуживание этой ипотеки. Но при этом у тебя-то в голове, и вот эти вот паттерны повторяются, что у тебя в нулевых годах доходы росли по 30% в год. И кто-то по-прежнему сейчас перекладывает, что это вот временно, это вот прямо сейчас закончится, вот прямо сейчас закончится, и все будет хорошо, и доходы снова будут расти. Небольшое заблуждение только. Или рисков очень много. И поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, то есть даже данные бюро кредитных историй уже начинают нам сигнализировать о том, что начинаются неплатежи по ипотеке. И причем уже сейчас они превысили, ну, в процентном соотношении, неплатежи в период ковида, когда вообще локдауны были, люди не выпускали на работу. Вот последствия начинают сказываться. То есть люди набрали, сил не рассчитали. Краткосрочно там еще, может быть, полгода, 12 месяцев ничего критического в этой ситуации не будет, потому что будут брать микрокредиты, какие-то дорогие потребительские кредиты, а потом это уже выльется непосредственно в неплатежах по ипотеке. Итак, было сказано очень много, давайте сделаем краткое резюме. Можно что-то придумывать, можно пытаться заработать на кризисе, но вот моя позиция в настоящий момент является сохранение, максимальное сохранение и защита средств от инфляции. Должен быть структурированный портфель, как минимум из трех-четырех типов активов, которые с собой не связаны, а еще лучше отрицательно связаны. То есть так называемая отрицательная корреляция. Экономика, она функционирует волнами, то есть в экономике тоже существует четыре сезона. То есть есть лето, есть осень, есть зима, есть весна. И в этом случае как раз-таки наличие как минимум четырех элементов в инвестиционном портфеле, о которых мы сегодня поговорили, о кэше мы говорили вот в этом видео, то есть как заработать на кризисе и почему здесь важно именно кэш иметь. Поэтому получается, если у вас диверсифицированный портфель, не нужно строить каких-то сложных схем, не нужно придумывать велосипед. Все давно придумано, за тысячелетия до нашего существования. То есть у вас должен быть кэш, у вас должно быть золото и все, что к нему приравнивается, то есть назовем это там драгоценные металлы, да, у вас должно быть некий аналог земли и что под этим подразумевалось, и у вас должны быть реальные бизнесы. И просто ребалансировайте. Именно четыре класса активов подобным образом в определенный момент времени каждый из них работает великолепно, один из четырех, один из четырех работает ужасно, а два они являются нейтральными в любой промежуток времени. И именно такого рода портфель на основе там, я не знаю, вечной мудрости стараюсь и сейчас собственный портфель привести именно к такой структуре. И на основе моего опыта и текущих происходящих событий я считаю, что это действительно один из лучших способов сохранить денежные средства от инфляции, заработать, обрести финансовую независимость. Но еще раз более подробно мы об этом говорим на нашем вебинаре, ссылочка внизу. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе нового видео. Оставляйте комментарии, может быть, вам есть что сказать по этому поводу, рад буду услышать. У меня же на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok